Привет! Сегодня фильм Александра Зархи 1967 года. Оценить этот фильм как экранизацию довольно сложно. Огромные куски монологов и диалогов. Почти полное отсутствие какого-то действия. Прости меня, но я радуюсь этому. Ради бога, дай мне договорить. Я радуюсь, потому что это не может. Никак не может оставаться так, как он предлагает. А Сережа? Он знает, что я не прошу сына. Что без сына для меня невозможна жизнь даже с тем, кого я люблю. Я надеюсь, что теперь ты оставишь его. Я надеюсь, что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Что же лучше, Анна, оставить сына или продолжать это унизительное положение? Все это происходит, как бы вам описать, в палатах. Люди сидят и говорят. Говорят нудно и длинно. Складывается ощущение, что это не сценарий, продуманный с продуманной историей, определенным ритмом, концепцией, а вырванный из текста романа наиболее близкий режиссеру сцены и эпизоды. Однако понятно, что это так не работает. Это здание идеальное. Если из него вынуть пару кирпичиков, оно рушится безвозвратно. Как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть свою жену. Еще одна проблема почти всех экранизаций и постановок. Дело в том, что актеры и режиссеры все время страстно и самозабвенно играют в драму. То есть встречаются Вронский и Каренин на перроне. А она сразу чуть не плачет, вздрагивает и собирается сразу броситься под поезд. И заодно бросит туда Вронского. Понятное дело, актриса знает, чем все это закончится. Но Анна Каренина-то не знает. Для нее это волнительное чувство. Ей восхищены, из-за нее совершают безумство. Она, конечно, отрицает то, что ей это нравится. Но ей это нравится. В этот момент она испытывает радость и тревогу. Ее сердечко самозабвенно бьется. Она уже любит, хоть и побаивается этого. Вся душа ее в ожидании. Она рада, хоть и соблюдает внешние приличия. Простите, если вам неприятно то, что я сказал, но... Забудьте то, что вы мне сказали, так же, как и я забыла. Ни одного слова вашего, ни одного движения я не забуду никогда. Нет, нет, довольна, довольна. Это проблема не только экранизации Анны Карениной. Почти все российские фильмы о Великой Отечественной войне сделаны так, что все герои точно знают, что мы победили. Но в 1941 году этого никто не знал. И это другая, страшная реальность. Ты воюешь с непобедимой силой. Кто участвовал в драке с заведомо более сильным противником, знает какое-то ужасное чувство. Хочется скорее умереть и не мучиться. Но я отвлекся. Анна Каренина у заархи почему-то ходит с такими аккуратными усиками. Я не знаю, может быть это стандарты красоты или понимания режиссера, но мне на это смотреть было неприятно. Василий Лановой в роли Вронского хорош, пока молчит. Если начинают играть, то все, конец, спеши пропало. Отовсюду, из каждой щели, из каждой дыры лезет этот всепоглощающий трагизм. Они чашки кофе, не страдая, не выпьют. Они сразу страдают. Любовь страдания, встреча с любимой или любимым страдания. И этот постоянный надрыв. Но спокойствия я не знаю и не могу вам дать всего себя, свою любовь, да? Никогда не говорите мне этих слов. И будем добрыми друзьями. Друзьями мы не будем, вы это знаете. Я не могу думать о вас о себе отдельно. Увы, я для меня одно. И я вижу впереди возможность отчаяния и несчастья. Или же возможность счастья. Какого счастья? А разве это невозможно? Нет. Единственный актер, который меня восхитил в фильме Александра Зархи, это Юрий Яковлев. Он играет Стива Облонского и делает это настолько выдающимся образом, что описать это у меня не выйдет. Это надо смотреть. Он прекрасен. Это именно тот самый человек-шарнир, без взглядов на жизнь и с устрицами внутри. Просто блеск. Гениально сыграно. Идеальное попадание в образ. Идеальное понимание этого образа. Просто гениально. Долли, Анна приедет завтра. Ну и что же, я не могу ее принять. Как? Ну, надо же однако, Долли. Уйдите, уйдите отсюда. Долли. Ну, что я могу сказать? Одно. Прости. Прости. Уйдите. Вспомни. Разве 9 лет жизни не могут искупить минуты увлечения? Уйдите. Не говорите мне про ваши мерзости. Долли. Ради бога, подумай о детях. Они не виноваты. Ну, накажи меня. Накажи. Нет слов, чтобы сказать, как я виноват. Ну, вот на этой позитивной ноте, пожалуй, и закончу на сегодня. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, ставьте палец вверх или вниз, если вам не нравится видео. Жмите колокольчик, делитесь этим видео в соцсетях. И будьте смелыми в драке даже с превосходящими силами противника. Оно того стоит. Удачи, пока. Продолжение следует.